Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин говорит и показывает Вападом. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу рассказать об очень веселой книге. О книге, которую я на самом деле внутренне долго ждал. Конечно, мы все родом из детства. И каждый детский вопрос, каждое детское осознание какого-то интересного факта, понимание какой-то очередной маленькой частички окружающего мира, это супер важно. Это то, что происходит в нашей жизни на самой ее заре, когда каждое маленькое событие потом порождает такое целое дерево сад расходящихся тропок, целое дерево последствий на всю жизнь. Это вот то самое мгновение, те самые мгновения, когда формируется все, что произойдет потом. Особое значение имеют детские вопросы. И тут мы подходим к очень интересной проблеме. Дело в том, что огромное количество книг, особенно научно-популярных, рассчитанных на детей, снабженных прекрасными, изумительными, невероятно красивыми, полиграфически изданными, совершенно иллюстрациями, да, снабженных массой интересных фактов, написанных доступным языком и так далее, они скучны взрослому читателю. И так кислая мина, которая ни в коем случае у вас на лице не проявляется, а вы мило выбаясь советуете ребенку страшно увлекательную книгу, почитай, дорогой. На самом деле она внутри у вас, эта кислая мина, никуда не девается. Она здесь вот как жаба лежит, ее ребенок прекрасно чувствует, за километр чувствует, как окула каплю крови. Как только вам скучно, ребенок это понимает. Книга для настоящей детской литературы должна быть такой, как вот эта книга и другие, многие подобные ей. Они есть, их надо искать. Нельзя просто взять красивую книгу с полка и сказать, отличная детская энциклопедия, держи, все узнаешь оттуда. Почему? Потому что ты должен сам заинтересован быть в получении ответа на вопрос. Для этого и вопрос должен быть интересным, иногда любопытным, иногда просто сногсшибательным. Во-первых, есть ряд вопросов, которые задают дети, и их можно собрать. Вот, наконец-то, зову книгу «Почему вода мокрая». Стандартное название для книги, вот не думайте, что это просто сборничек очередных детских вопросов. Джемма Элвин Харрис под заголовок и другие очень важные детские вопросы, на которые отвечают очень умные взрослые. Значит, во-первых, это только первая книга из серии «Детский университет». И я очень надеюсь, что будет продолжение. И сейчас буду вам объяснять почему. Во-вторых, это перевод оригинальной книги, которая очень хорошо задумана. Это книга-акция, это книга-мероприятие, которое проводилось. Я думаю, что очень долгое время, пока собирались эти вопросы, собирались эти ответы. И если Джемма Элвин Харрис – это только составитель, то авторы, которых в каждой маленькой главке книги подписан автор, авторы вас потрясут. Когда вы прочитаете, будучи не обязательно филологом, специалистом или книжником, вы прочитаете список этих фамилий, даже при том, что они все транслитерированы, то есть все написаны по-русски. Многие странно выглядят русскими кириллицами. Но дело не в этом. Все равно всех самых знаменитых ты узнаешь с первого взгляда. Какая разница, как это сделано? Главное, что набор людей, которые привлечены для ответов на детские вопросы, таков, что это действительно университет. Я бы сказал, это Академия земного шара. Здесь специалисты первой величины. Это не просто психологи, педагоги, писатели, детские писатели. Это физики, химики, машиностроители, журналисты, политики, шеф-повара. Самые разные профессии. Я, конечно, опознать имя самого знаменитого шеф-повара в мире ничего не скажет. Хотя, нет, в руку скажет, в отель был один такой. А значит, я совершенно, то есть, ноль в кулинарии. Но остальных-то я опознал. И по набору имен, которыми представлен писательский цех, которыми представлено языкознание, филология, я определил, что масштаб событий колоссальный. То есть, эта книга, издательство «Карьера пресса», это действительно обалденное собрание высказываний самых умных людей. Поэтому здесь «Очень умная и взрослая» — это рекламный подзаголовок. Это действительно правда, святая. «Очень умная и взрослая». Теперь о самой книге. Конечно, все детские вопросы начинаются с большой группы вопросов, ответов на которые никто не знает. То есть, конечно, ответ-то на него все знают, но это не ответ. Это практически частное решение. Общее решение этих уравнений до сих пор не названо. Вы мне потом в комментариях на досуге напишите, кто такой Бог. Если хотите оспорить, это мое утверждение. Если не хотите, слушаем дальше. Потому что на самом деле это действительно вопросы из разряда «Зачем мы живем?» Я-то живу... Я понимаю, зачем. Я должен в 2021 году, 8 марта, в 9 минут, утра 12 минут 10, съесть яичницу с беконом. Все. Цель моей жизни очевидна. Вот. А если серьезно, то на самом деле, конечно, такие вопросы, на них тоже попытки есть ответить в этой книге. Может быть, это не самые удачные ответы, да, но они крайне любопытны. Потому что отвечают фиософы, не знаю, там, Наум Хоумский, например, интересно написал, и так далее. Отвечают писатели, отвечают мыслители. И каждый пытается говорить с ребенком доступно. Это основная черта всех, абсолютно всех ответов. Вот. И информативно. То есть, допустим, если есть вопрос ребенка, кто такой Бог, то есть на него и ответ. Точнее, ряд ответов. Здесь несколько человек высказали. И это действительно на уровне для дошкольника и младшего школьника очень хорошие содержательные ответы. Если есть вопрос, почему моча желтого цвета, нормальный совершенно вопрос детский, да, то на него отвечают биологи, отвечают так, что он все основное про наш организм рассказывает, что нужно, но делает это так, просто, чтобы ребенок понял, почему и как. Вот. Это замечательно. Есть вопросы потрясающие. Есть вопросы из области, я уже говорил, физики, химики, химии и математики, социологии. Тут можно перечислять дисциплины бесконечно. Есть вопросы, ответ на которых до сих пор не найден, да, то есть он в поиске, да, вот. Есть вопросы, скажем так, условно наивные. Допустим, вот у меня открылась книга на вопросе «Зачем нам алфавит?». Этот вопрос только на первый взгляд наивный. Он действительно важен, потому что у огромного количества народов Земли алфавита нет. Спорим, вы не догадались в первую же секунду, что я имею в виду. Конечно же, я имею в виду иероглифы. Это не алфавит. И разницу между ними надо объяснить ребенку, почему можно пользоваться знаковым письмом, да, иероглифическим. И у него есть свои огромные достоинства. Что бы вы там ни говорили, что бы, как бы, не думал о все остальное человечество, пользующееся различными видами звуковой, слоговой и так далее, азбуки. Есть огромные недостатки, которые тоже очевидны. Но, опять же, взрослому человеку, который что-нибудь почитал или просто подумал хотя бы на эту тему, ребенку надо рассказывать. Вот ребенку рассказывается. Есть вопросы потрясающие, то есть вопросы, которые я читал, ну, хохоча от души, вопросы, которые я читал, мне просто интересно было, что будет дальше сказано. Например, милейший совершенно вопрос, может ли корова пернуть так, чтобы улететь в космос? Во-первых, товарищи, ребенки действительно часто задают такие вопросы. И если мы с вами будем отсеивать все это как несерьезное, глупое и так далее, и говорить только о высоких материях, во-первых, мы будем смертельно скучно лететь, я считаю, во-вторых, нам самим станет скучно, возвращаемся к тому, с чего я начал свой рассказ. Это действительно интересный вопрос, потому что коровы, они не просто навоз производят, они и молоко, они являются вот одними из самых важных домашних животных. И действительно, метан, который вырабатывается, да, при этом, он вовсе не составляет тот запах, который мы можем ощутить от навоза. Вот вы это знали? Я это, может быть, и знал, но забыл напрочь, на 100%. Я просто совершенно, я даже не сразу понял, о чем речь. Но речь-то идет вовсе не о кишечных газах. Корова вырабатывает огромное количество метана в желудке размером с мусорный контейнер. Но этот желудок называется рубец, и он вовсе не похож на человеческий желудок. И тот как раз газ, которым корова пукает, он вырабатывается гораздо дальше, в кишечнике. Ребенку все это интересно, он все равно будет об этом спрашивать. А уж если вы ему сможете рассказать, я бы не смог, я потому и пересказываю конкретный рассказ из этой книги, да, если вы сможете ему рассказать, чем рубец травоядного, вот желудок травоядного, специализированный под переваривание, обработку первичную, переваривание травы и растительности, да, отличается от человеческого желудка, там скапливается огромное количество метана, и корова, оказывается, умеет этот метан выдыхать, то есть напрямую газ, когда корова чувствует, что она наполнила желудок, да, что она сытая, она, ее организм пропускает метан в легкие, и спокойно она выдыхается, вот, этот газ спокойно улетучивается. Это потрясающе. Так ведь количество этого метана, оказывается, подсчитано, потому что разведение, выведение новых пород коров, говоря уже по взрослому-то, да, это важнейшая сфера деятельности в сельском хозяйстве, изучают десятилетиями, если не столетиями, все параметры абсолютно животного, вот, и экстерьеры, и внутреннее строение, и функционирование органов, абсолютно все зоологии и ветеринарии изучено. Соответственно, есть объем метана. Так, посчитан, посчитан объем метана, значит, если бы собрать метан, выделяем и коровой за год, получился бы столько, такой-то кубический объем газа, закачиваем Аполлон, и обращаемся к кому? Правильно, к специалисту по ракетной технике, который проектировал ракетные ранцы для космонавтов, для миссии Аполлон. Ни много, ни мало, именно к нему. Тут отказать ребенку невозможно. То есть, там реально дальше идет рассказ специалиста, который проектировал космические ракетные ранцы. Он рекомендует использовать ракетные двигатели с двумя особами для большей устойчивости полета. Потом, значит, закачанный газ, измеряется сила движущаяся, которая поднимает тело определенной, значит, определенной массы, да, чтобы понять, на какую высоту может этот объем метана, надо при помощи реактивной строя из ранца поднять эту корову, на которую надели этот ранец. Также специалист рекомендовал учесть вес скафандра, в которую нужно одеть корову. Не просто для того, чтобы она не задохнулась, это делало бы эксперимент некуманным, но и для того, чтобы она обрела нужные аэродинамические свойства. Значит, эта вот аэродинамическая корова поднимается на высоту 4,5 километра. А космос начинается на несколько километров выше, как мы с вами знаем. Поэтому ответ на ваш вопрос, уважаемый ребенок, отвечает строитель реактивных ранцев, нет. То есть корову не может пукнуть так, чтобы улететь в космос. Но своим вопросом, комментирует дальше он, ты меня очень озадачил. Это действительно, надо же такое придумать, ракетные двигатели на метане. В общем, это я рассказываю к чему? Я рассказываю к тому, что эта книга написана весело, задорно, невероятно изобретательно. Те люди, которым дали задание ответить на эти детские вопросы, сам этот набор вопросов очень интересен. Полистайте, полистайте книгу, там много интересного. Он нестандартный. Он включает в себя такие вот очень смешные вещи, и включает в себя вещи, которые очень серьезные, которые требуют каких-то глобальных... У вас есть пять строчек, ну, десять, да, пара абзацев, чтобы изложить какие-то глобальные концепции. Без этого невозможно говорить с ребенком ни об этике, да, ни об эстетике, ни о каких-то серьезных вещах, да, ни о достижениях современной науки. И вот тот талант, то желание действительно ответить на вопрос по-серьезному, по-настоящему, да, уж смешно или оригинально это судить читателю. На мой взгляд, и смешно, и оригинально. Но самое главное, ответить содержательно, информативно на вопрос, он потрясает. Потому что многие, я думаю, из авторов написали, наверное, один из самых важных текстов своей жизни, написав несколько страниц вот для этой книги. Вот такой детский университет, издательство «Карьера Пресс». Это, еще раз говорю, только первая книга вот из этой серии. Я думаю, я очень надеюсь, что «Карьера Пресс» продолжит, потому что на самом деле книга сочетает вот эти самые качества. Это и польза, да, и потрясающие развлечения для родителей, для детей. Ну, в общем, я думаю, что много. Здесь, кстати, есть, здесь перечислены несколько наиболее шумных, громких фамилий, да, авторов ответов. Что ж, дорогие взрослые, выслушиваем внимательно детей, пытаемся отвечать на их вопросы, не отмазываемся, вот, не пытаемся избежать сложных вопросов, не пытаемся обойтись отговорками, потому что ответы на детские вопросы это одна из самых важных наших обязанностей, которые есть только в нашей жизни. Вот на этом я и хотел бы закончить. «Карьера Пресс. Почему вода мокрая?» О том и не знали. «Карьера Пресс».